Совет по улучшению инвестиционного климата обсудил сегодня реализацию масштабного промышленного проекта в столице Чувашии и предварительные итоги туристического сезона 2017. Речь идет о возобновлении работы столичного молочного завода. Как известно, он был закрыт прежним собственником как нерентабельный. Сейчас инвесторы из Саратова вкладывают средства в модернизацию существующих площадей. Объем инвестиций – миллиард двести миллионов. Общественная полезность нашего проекта в следующем – это создание порядка ста рабочих мест в период реализации проекта. Ежегодное увеличение объемов производства молочной продукции с 22 тысяч тонн мы планируем до 54. И как следствие переработка молока, сырья именно в Чувашской республике, а не вывоз его за пределы. Планировалось, что после закупки основного оборудования удастся запустить производство уже в этом году, но пришлось срочно ремонтировать основное здание. Работать завод будет только на местном сырье. Срок окупаемости – 57 месяцев. По плану предприятие составит конкуренцию многим местным молочным маркам, что позволит снизить стоимость продуктов в розничной сети. Еще одна сторона вопроса – повышение туристической привлекательности. Пусть косвенно, но это тоже влияет на инвестиционный климат. В Чувашии разработана стратегия развития туризма. Строятся объекты, выделяются средства. Но серьезных изменений пока не ощущает. По предварительным данным, столетию Чувашии в прошлом году посетили 163 тысячи человек. Из них только треть – речным транспортом. В то время как Свияжск – 525 тысяч. Сравнение явно не в пользу республики. Хотя и там, и там основное преимущество – река Волга. Стратегически республика в развитии туризма давно определилась. У нас два основных направления, которые сегодня, да, возможно, не так эффективны, как хотелось бы развиваться. Это водный туризм, потому что у нас есть река Волга, у нас есть порт. И, естественно, это возможность привлечь туристов. В этом направлении ведется работа, в том числе, с Ростуизмом. В свое время были приняты решения по… И вы как раз правильно отметили, что есть возможность принимать круизные лайнеры. А ее, возможно, до 2005 года, кстати, не было в Чебоксарах. Корабли стояли на рейде. Но республика включила проект в федеральную программу. По мнению некоторых экспертов, стратегия определяет лишь ключевые моменты движения в этом направлении. А дальше должны быть вполне конкретные действия. Действия, которые позволят остаться туристам на ночь и потратить больше 400 рублей, которые, по статистике, они тратят сейчас. Сюда должны быть вовлечены как представители бизнеса, да, в частности, мало-среднее предпринимательство, так и все, все жители республики. Каждый житель республики, если он, например, выезжает, да, из-за предела, он уже должен становиться агентом привлечения туристов в нашу республику. В тренде сейчас событийный туризм. В Чебоксарах проходят оперный и балетный фестивали, фестиваль фейерверков Дни города и республики. По статистике, в это время к нам приезжают немало туристов. Этим летом в городе провели уличные фестивали Марпасадфест, организовали стратегическую сессию, устроили кинопоказы научно-популярных фильмов, запустили Томсуэрфест, провели музыкальный марафон на сцене, духовой оркестр исполнил космический имперский марш. В Мариинском посаде-то, да. В городе побывало около сотни журналистов из США, из Европы, были журналисты Первого канала. В город приехало около сотни городских активистов, которые развернули свои интерактивные площадки. В город за все фесты приехало гостей больше, чем живет в самом городе. На будущий год, считают эксперты, в Чуваши обязательно приедут любители футбола, посмотреть тренировочные матчи чемпионата мира. Надо обратить внимание на дороги и придорожную инфраструктуру. Татьяна Молокова, Малина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.